Веселился хорошо. Так смеялся, радовался, потом проиграл. Заигрывает с дилером Алексей. Наверное, надеется, что это принесет ему удачу. 9-7. Скидывает Оскар. Дело доходит до Дмитрия. Вот, по-моему, дело идет к Рейзу. 400. 400 дает Дмитрию. У него две восьмерки. В простонародье известные как Снеговики. У Алексея 8-10. Это кол. Хочу напомнить, что блинды 50-100 и рейз Дмитрия довольно крупный. Черт. Зачем двойка упала? Чек. Давай, Канаду тогда ставить. Тысяча. Тысяча. Ничего себе. Вот это да. Ну, таким бы этому он и Дмитрия может сбросить. Тысяча. Что сделает Лаурес? Сейчас Алл-Ин будет сильным ходом. Алл-Ин будет очень сильным ходом, на который Дмитрий 100% выкинет. Очень интересная раздача. Ну, Лаурес хорош. Я думаю, это можно, знаешь, перепроверить. Может, уже не стоит. Может, уже не стоит. Чек, 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 чек. И по восьмеркам Дмитрий забирает банк в 10 тысяч. Ну, это было очевидно, в принципе. Ну, я думал, или дро, или мелкая пара, но мимо там было что-то есть. Ну, Лаурес играет довольно интересно. Лучше, чем в хоккей, как ты считаешь? Ну, в хоккей у нее, безусловно, лучше получается. Сейчас 10 королей Лауреса. Я тебе должен, ты мне должен. Небольшой рейс. Хотя нет, довольно большой. Да, так как блайнды 50-100, и вот в 4 раза больше большого блайнды. И снова Лаурес с Дмитрием схлестнулись. Рейс сколько там, тысячи примерно. От Дмитрия, нет, 1600. Четверной рейс. Эдгар скидывает 5-6. Морис получает валет даму и серьезно задумывается над тем, что делать. Все-таки решает сбросить карты. И Лаурес уже немного раненый. Лаурес сейчас, по-моему, заколирует эту ставку. Король, Флэш, Стрит. В общем-то, больше ничего не подходит. Лауресу и... Пока что не похоже ни на одну из этих комбинаций. Две десятки имеют 80%, как вы видите. Чек. От Лауреса. Но одна карта, я думаю, не нравится здесь. Дмитрию. Думаю, что это дама. Ну, единственная карта, которая может его смутить. Он может предположить, что у Лауреса был туз-дама, туз-король или другая пара. Но он решил проверить. Еще он... Ну, это была проверочная ставка, так как на префлоппе он 1600 поставил, а на флоппе 1300 тоже. Думал, очередной фокус, да? Бам. Держи меня. О, красная. Делаю фокус. Алексей, допив очередной. Лонг Айленд уже стал гораздо более разговорчивым. Вот, как ты считаешь, Виктор, распитие алкогольных напитков, оно помогает игрокам? Или это очень индивидуально? Я могу сказать, что в начале игры можно чуть-чуть выпить для того, чтобы прослабиться, но алкоголь, безусловно, плохо влияет на вашу игру. Даже банка пила. А вот Оскар вроде не пил, но сбросил карту Джеймс Бонда. Как ты это объясняешь? Ну, на то он и фрирольщик. Согласен. Рейс Эдгара на двух вольтах. Марис пас. Алексей пас. И Лаурис 1100. О, 1100 на туз король ставит. И Леша продемонстрировал тонкое знание хоккея. Последний матч. Последний немного. Пас голевой был, да? Да. Сразу же, наверное, продемонстрировал конверсант. Тысяча. Ну что же, два вольта имеют преимущество, но любая пятерка, туз или король уже будет означать преимущество Лауриса. Тысячу поставил Лаурис. И сейчас уже слово за Эдгаром. Приравнивается Эдгар. Ну, они часто играют друг с другом, и их игру сложно комментировать. Ну, наверное, более правильным решением было бы сделать рейс на месте Эдгара. Я согласен. Флоп не настолько хорош для Эдгарца. Семерка ничего не меняет в расстановке сил, только появляется еще флэш-дро у Эдгара. И он ставит две тысячи. Лаурис так потихонечку раздает все свои фишки. Я думаю, Эдгарс на флопе прочековал, потому что Лаурис играл все хенды очень агрессивно. И я думаю, Эдгарс предположил, что он будет ставить и по турну. Ну, сейчас мне нужно быть на лекции. Ну, что же, Морис рассказал историю своей жизни краткую. Он студент третьего курса, и ему нужно быть на лекциях. Ну, судя по тому, пока как он играет, он может еще и успеет, да, Виктор? Ну, если он будет продолжать в том же духе, безусловно, на последней паре, он успеет. Туз восемь у Лауриса, и Дмитрий решил зайти на 5-10. Бет 100, и пас. И флоп тоже не очень. Ну, вам не угодится. Не-не, мне, кстати, угождается. Довольно часто. Вот тут вот.